Согласитесь, чтобы смотрели ваш обзор, важно не только умение говорить, но важно и качество видео, например. Но при этом иногда качество видео тоже недостаточно. Для этого нужно качество света. Но помимо качества света, нужен еще хороший объектив. Ну и конечно же, хороший звук. Всем привет! Вы на канале Семья Хомченко. И у нас сегодня на обзоре USB микрофон Rode NT. Вот в такой коробке пришел к нам микрофон Rode NT USB. Пришел он достаточно давно. Пользуемся мы им уже несколько месяцев. На момент покупки сумма, которую мы заплатили за микрофон, была 15999 рублей. Что мы получаем в итоге за микрофон? Микрофон пришел вот в таком кейсе. Вместе с кейсом идет поп-фильтр. Вместе с микрофоном идет вот такая ножка. Но судя по некоторым комментариям, некоторые говорят, что она ненадежная и поэтому не приобретают другую. Но тут смотрите уже сами. Я бы не сказал, что у микрофона прям очень богатая комплектация. Вот такая штука защищает сам микрофон. Сам микрофон находится вот в таком углублении. Также идет вот такой защитный карман для переноски микрофона. Здесь я храню теперь наушники, когда нужно что-то записать. Ну и также идет место для того, чтобы хранить штативную лапку для него. Почему именно Rode и почему именно NT-USB? Будем честны. С фирмой Rode я уже знаком давно. Я уже о ней слышал. Когда-то давным-давно, не будем греха таить, я записывал рэп-треки. И иногда на студиях я встречался с микрофоном Rode. Почему был приобретен именно USB Rode, а не обыкновенный конденсаторный микрофон? Я не профессиональный музыкант. У меня нет профессионального музыкального образования. Я не умею работать с чувствительностью микрофона. Не умею сводить треки. Мне нужен был микрофон для того, чтобы озвучивать наши влоги, либо какие-то кинематографичные сюжеты из наших видео. Ну и иногда баловаться, может быть, что-нибудь записывать, когда душа поет. И для того, чтобы не заморачиваться с настройкой микрофона, мне нужен был микрофон, который будет А. Хорошего качества. Б. Выдавать хорошее звучание. В итоге мой выбор пал на два микрофона. Первый микрофон – это Rode NT-USB, а также аудиотехника 220USB. Но так получилось, что в тот момент, когда мне нужен был микрофон в магазине DNS, аудиотехники просто не было. Зато оставался микрофон Rode. Что, собственно, я и сделал. Я приобрел микрофон Rode. И пока еще ни разу не пожалел. Попробую показать, как записывать этот микрофон с обработкой и без обработки. Сейчас вы слышите, как записывает микрофон без обработки. Расстояние между мной и микрофоном где-то сантиметров, наверное, 30. Давайте попробуем озвучить какой-нибудь фрагмент текстовый. Попробую расположить микрофон поближе к себе и произвести эксперимент, как это будет звучание, если я буду говорить чуть дальше, чуть ближе. Текст возьмем из Википедии. Текст о городе Томске. Момент без обработки. Город Томск. Город в России. Административный центр одноименных областей и района, расположенный на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томи. Старейший в Сибири крупный образовательный и научный инновационный центр, насчитывающий 9 вузов, 15 дней, особую экономическую зону. Момент с обработкой. Для того, чтобы было более приятно смотреть, включу видеоряд о городе Томске. Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры 18-20 веков. В городе проживает 556 тысяч человек. В городском округе город Томск 577 тысяч человек. Его город-спутник, город Северск и пригороды формируют Томскую городскую агломерацию. Указом президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года городу присвоено звание «Город трудовой доблести». 20 января 1604 года в Москву ко двору Бориса Годунова приехало посольство во главе с князем эуштинских татар Тойеном с просьбой о принятии их под русское подданство и защиты от нападений воинственных соседей – енисейских кыргызов и калмыков. В ответ на это Борисом Годуновым подписана грамота о строительстве города на землях эуштинцев. 25 марта или 4 апреля 1604 года Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского с заданием основать город на берегу реки Томи в татарской земле, завести вокруг него государеву пашню и привести в подданство российскому царю окрестные народы. Вот такой фрагмент мы записали с обработкой и без. Скажите, как у вас впечатления о двух этих записях? Уловили ли вообще разницу? Микрофон пишет хорошо или нет, по вашему мнению? Кто-то скажет, но ведь микрофоны берут в первую очередь для того, чтобы петь. Но петь я не умею. Но попробуем сварганить что-нибудь. Попробуем что-нибудь записать. Вот фрагмент того. Вот первый фрагмент. Старость, нерадость, потёк на витах. Странно, но факты заметил на днях. Шумят соседи, топают дети. Фильмы, гадость о бумах. Ветер на тусах сплю. Закрой, не лето, вступила в спину. День ипотеки, пакет не нужен. А по адце Эдди бубнил под нос и читал газету. У-у-у, как всё поменялось вокруг. И жизнь стала как батут. Да, мы постарели, мой друг. Да, мы постарели, мой друг. Вот второй фрагмент. Я выхожу из лифта, не спеша, почти дома. Тебе не нужен был список продуктов, у меня нет склероза. Зависк с ключом дилемма, что там ещё из неба лиц. Лучше вернуться всё-таки с яйцом, нежели без яиц. Как по миному полю, каждый день по-новой. Тебе не выиграть, браток поймает стопудово. Тебе не выиграть в эти шашки у своей жены. Ведь она играет не в них, она играет в поддавки. Ну, как говорится, я не мастер, я только учусь. Кто-то скажет, что сведено было криво, кто-то скажет, что сведено приемлемо для начинающего уровня. Тем более в мастера я не стремлюсь. Это так баловство на уровне ютуба. Что могу сказать о микрофоне? С момента покупки микрофона я ни разу не пожалел о том, что я его приобрёл. Во-первых, я могу, когда мне нужно, использовать его для того, чтобы озвучить какой-то фрагмент. Если бы вы знали, что я раньше придумывал для того, чтобы озвучивать фрагменты. Я брал петличку, подключал её к видеокамере, наговаривал текст, который нужно было озвучить. Потом вытаскивал флешку, вставлял её в Adobe Audition Premiere Pro, сводил её вместе с видеорядом. Это было очень долго. Теперь всё очень быстро. За лёгким движением рук включаешь микрофон Rode NT-USB, подсоединяешь к компьютеру его и записываешь. Никаких, собственно, проблем и никакого геморроя. И, как вы видите, хочешь своди, хочешь не своди, запись Рогдома будет замечательной. То, что от него и требуется. И, как говорится, никого не собираюсь сподвигать, покупать этот микрофон. Это лично моё непроплаченное мнение. Ну и, как говорится, вы послушали дорожку с начитанным текстом, дорожку поверх музыкального ряда обработанную, а также послушали несколько вариантов записанных в виде рэп-треков, несколько дорожек. Решать, собственно, вам, покупать этот микрофон или нет. Микрофон конденсаторного типа. В него говорить нужно только вот в эту область, которая находится вокруг меня. С этой стороны, естественно, он будет улавливать, но очень плохо. Но, опять-таки, задумайтесь, нужен ли этот вам микрофон, для чего вы, собственно, будете его приобретать. А то, может так случиться, что вы его приобретёте, и в результате он будет лежать и пылиться у вас в шкафу, и доставать вы его будете только для того, чтобы попеть с друзьями караоке. Если вы же собираетесь что-либо с ним делать, озвучивать свои ролики, может быть, будете горланить в него рэп, может быть, будете посвящать песни своим любимым, ну, тогда, пожалуйста. И, опять-таки, смотря, сколько денег у вас в кошельке. Если 16 кусков есть, пожалуйста, тратьте. Если нет, можно приобрести что-нибудь подешевле. Ну, а так, я лично рассматривал, как я уже говорил, два микрофона, Rode NT-USB, а также M-Audio Technica 220 USB. Одного не было, поэтому этот кандидат на моём столе. Ну что, спасибо за просмотр. Вы были на канале Семья Хомченко. У нас непредвзятое мнение, так как мы, собственно, не обзорщики техники. У нас вот здесь обзор... Вот здесь появится сейчас картинка обзора на GoPro 11. Залетайте её, смотрите. Теперь у нас есть обзор на Rode NT-USB. Тоже заходите, смотрите. С помощью него озвучивается большая часть наших роликов. Спасибо за просмотр. Вот здесь появились ссылки на все наши... На все наши социальные сети, видео QR-кодов. Заходите, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok